Чем же страшен ад? В первую очередь, не огнем и мраком, который увидит грешник, а тем, что грешник увидит там лицо собственного греха. Если на земле Бог допускает человеку ощутить последствия своего греха, то в аду человек увидит лицо греха. Грех имеет, оказывается, лицо. Не только последствия, но лицо. Сегодня нас пытаются убедить, что добро и зло – вещи условные и абстрактные. Одно и то же можно назвать добром и злом. Все зависит от того, как вы к этому относитесь. Но Библия нам говорит, что добро и зло – очень, очень конкретные вещи. Они имеют свои лица. У добра – лицо Бога. У зла – лицо сатаны. Но в нашем мире эти лица скрыты. Открываются они лишь в определенных делах. Когда вы делаете добро, вы открываете людям лицо Бога. Когда вы делаете зло, вы понимаете, что вы лицо открываете? Библия говорит, что настанет день в потустороннем мире. Люди увидят лицо добра и лицо зла. Самым высоким, самым замечательной наградой в раю для человека, для праведников будет то, что они увидят лицо того добра, которое творили на земле. Апостол Павел говорит, что тогда мы увидим Христа лицом к лицу. Вот высочайшая награда на небесах – увидеть лицо добра. А вот самое худшее наказание в аду. Грешник увидит там лицо того греха, которым он грешил здесь на земле. И это будут бесовские лица. Вот чем страшен ад. Он страшен своими лицами. Там алкоголик увидит лицо беса пьянства. Блудник увидит лицо блудного беса. А вор увидит беса, который побуждал его греху воровства. Да, здесь грехи кажутся довольно безобидными. Но Бог предупреждает от нас. Каждый грешник встретится в аду с тем, которому служил здесь на земле. Вот чем страшен ад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова